В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Очередная экологическая беда. В Рыбновском районе предприятие скотобойни незаконно размещало отходы убоя животных. Опасные стоки могли попасть в водоохранную зону. В Рязани подражает проезд. Тариф в общественном транспорте хотят поднять до 23 рублей. Откуда взялось название «Наташин сквер»? Кто такая Наталья Климова и почему сегодня о революции в России рассказывают в Рязани швейцарцы? В редакцию телекомпании обратились рязанцы, которые пожаловались на деятельность предприятия по убою скота. Выезд на территорию скотобойни в Рыбновском районе показал, что предприятие грубо нарушает не только санитарные нормы, но и размещает отходы за своей территорией. Особую тревогу вызывает тот факт, что отходы скотобойни могли попасть в водоохранную зону. Я проживаю недалеко от Рыбнов. У нас тут есть скотобойни. Я был свидетелем неоднократным. Соседи мои видели, что непонятные какие-то сливы отбросов с этой скотобойни идут. По нашему мнению местных жителей, это что-то нехорошее. Видать, какие-то отбросы. Может, несанкционированные сбросы. Естественно, мы этого не знаем. Туманным утром 9 ноября съемочная группа телекомпании «Город» совершила выезд с проверкой на предприятие, которое, по мнению жителей Рязанской области, нарушило экологический порядок в регионе. Рога и копыта, а также куча различного мусора. Все это находится на территории, прилегающей к одному из предприятий нашего региона. В первую очередь была обнаружена свалка отходов. Ее эпицентр находится прямо около одного из входов, который ведет на территорию мясокомбината. Дальше мусор распространяется во все стороны от предприятия. Он лежит на земле, а также во враге, который находится за скотобойней. Кроме того, по мнению рязанца, обратившегося в нашу телекомпанию, именно здесь происходит сброс вод неопределенного содержания в пересохший водоем. Во время этих съемок для разговора со съемочной группой с территории предприятия вышел охранник. Нет, 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 это не сливают уже даже божьи воды. А где сливали? Вот здесь вот, да? Ну, тут где, я не знаю, где тут сливали. Вы определились, где сливают? Вот здесь, по-моему. Вроде трава растет, ничего не сливали здесь. Вон там я лужу нашла. Не знаю, где-то, я даже не... Разговор с представителем охраны проходил на куче мусора. Охранник подтвердил, что сброс вод без использования очистных сооружений из предприятия происходил. Да здесь вот где-то около забора, если бы там слив. А тут я знаю, что он не работает уже, я не знаю, второй год. Нам удалось найти то место, откуда действительно недавно вытекала жидкость неизвестного содержания. Конова очевидна, она довольно глубокая, идет от стен предприятия к засохшей реке. И именно напротив этого места, в некогда живом водоеме, теперь можно наблюдать воду. С правой и с левой стороны от этого места на засохшей реке виднеется только трава. В разговоре с охранником нам удалось выяснить, что еще полгода назад предприятие функционировало. Однако здесь мало что говорит о передовых технологиях. Мясо словно производили в спартанских условиях. Одно из сооружений, напоминающее стоило для скота, имеет дырку в стене, прикрытую профлистом снаружи предприятия. Подняв эту несложную конструкцию, можно заметить, что через спрятанное отверстие также вытекала какая-то жидкость. Подобные ручьи окружают мясокомбинат с задней стороны предприятия в нескольких местах. В сочетании с полусожженным мусором, который находится здесь же, можно понять, что год экологии отразился лишь единственным образом на этой скотобойне. Дело в том, что предприятие временно не работает. Вот начнем работать, уберем все. Ну, конечно, это все. Не очень, конечно. Конечно, все уберется. Несмотря на то, что сейчас предприятие не работает, за экологический коллапс, скорее всего, придется отвечать виновным в организации свалки источных канав. Исправится ли ситуация в будущем и о том, какой ущерб уже нанесен окружающей среде, об этом мы скоро узнаем. Редакция телекомпании «Город» отправила обращение с просьбой разобраться в проблеме в управлении Россельхознадзора, а также в Министерство природопользования Рязанской области. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани тариф на проезд в общественном транспорте хотят поднять до 23 рублей. В среду в администрации города прошло обсуждение данной инициативы. На совещании перевозчики отметили, что стоимость топлива, смазочных материалов и запасных частей тарифов по ОСАГО ежегодно растет, а это сокращает прибыль организаций, занимающихся пассажирскими перевозками. Как следствие, снижается заработная плата наемных сотрудников. Кроме этого, действующий тариф не покрывает издержки пассажироперевозчиков и не позволяет обновлять муниципальный автопарк, который имеет высокую степень износа. Экономическое обоснование у нас есть. Мы говорим не просто так, не голословно, мы аргументированно говорим, при этом оговариваемся, говорим о том, что по большому счету, если говорить о чистой экономике, то тариф необходимо повышать гораздо больше. По результатам обсуждения, участники совещания приняли решение вынести предложение о повышении тарифа на проезд в городском общественном транспорте, как коммерческом, так и муниципальном, до 23 рублей на рассмотрение в администрацию города Рязани. Жители поселка Солоча два года бьются за то, чтобы им помогли привести в порядок грунтовую дорогу. Они не требуют асфальта, но хотят лишь засыпать специальными материалами ямы, из-за которых проезд на автомобиле становится настоящим приключением. Попасть на Казанскую улицу в поселке Солоча, на которой стоит множество жилых домов, можно тремя путями. Один проходит через огромную лужу, глубина которой уже начинает пугать местных жителей. Здесь вот сейчас прямо рядом с нами яма, очень глубокая, по стандарту, там у нас идет глубина 60 метров газопровод. Если не дай бог что, то есть мы все взлетим на воздух. Уже приезжали прокуроры, проверяли, на самом деле у нас идет газопровод. Глубина этой лужи уже внушительна. Еще немного, и газопровод вылезет из земли. Кроме того, уже сейчас проехать по этой луже сложно. А когда наступит заморский и появится первый лед, большинство автолюбителей выберут другие пути, чтобы не повредить колеса машин. Таким образом, уже сейчас из-за одной огромной лужи перегружаются другие переулки в Солодче, по которым также можно попасть на улицу Казанскую. К сожалению, вот эта дорога, вот этот переулок, который просто был таким стратегическим, каким-то там пешеходным, теперь превратился в основную дорогу по нашей Казанской улице. Потому что выезд и въезд на нашу улицу совершенно невозможен. Все машины едут только здесь. Здесь дети идут по утрам в школу, потому что здесь рядом школа. И получается, что здесь коллапс. Не разъехаться машинам, ничего. И как бы здесь вот все время боишься, как бы что здесь не случилось. Дорога с одной полосой, по которой в обе стороны двигаются машины. Нетрудно представить, что происходит здесь по утрам и вечерам. Пробки на проселочных дорогах и ухабы на еще одном переулке, который также используется для проезда автомобилей. Все это ежедневно доставляет неудобства жителям Солодчи. И точно не красит этот курортный поселок. Солодчи у нас уникальное место. Ведь все рязанцы сюда приезжают. И сейчас очень много из других городов России на экскурсиях здесь. Матей, пожалуйста, большой. И если мы наблюдаем такую картину в курортном месте, то нехоже для рязанских властей видеть такую картину. Сейчас прокуратура занимается вопросом, касающимся этих дорог. Но жители Солодчи продолжают негодовать, потому что дело сильно затянуто. На протяжении двух лет они обращались во все инстанции, пока довольствуются лишь отписками. Похожая ситуация была и при ремонте центральной дороги в Солодчи, которая в этом году все-таки была отремонтирована. Немалую поддержку в этом оказала и наша телекомпания. Мы обращались в ваш телеканал «Город». Нам девочки приезжали, интервью давали. Мы сколько с ними боролись. И вот все-таки нам сделали центральную дорогу в Владимирску. Нам сделали все-таки. Вот благодаря вот все-таки обращались в город. Девочки приехали. Все. Сейчас жители поселка Солодчи просят, чтобы движение автомобилей в частности на улице Казанской осуществлялось равномерно. Для этого необходимо разгрузить и два переулка, ликвидировав лужу на третьем. Жители Солодчи считают, что ни на одной из представленных в этом репортаже грунтовых дорог нет необходимости укладывать асфальт. Им бы хотелось, чтобы поверхность выровняли, а глубокие ямы засыпали асфальтом или другим подходящим материалом. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Музее истории молодежного движения представили фильм о швейцарском социал-демократии Фрице Платоне. Презентовал его куратор культурных проектов посольства Швейцарии Мотмобияр. А цель проекта – попытаться взглянуть на произошедшее в 1917-м сквозь призму исторических и культурных связей между Россией и Швейцарией. Кинокартина возвращает зрителей к роковым событиям вековой давности, увиденным из, казалось бы, такой далекой и нейтральной ко всему европейской страны. «Красный фриц. Эпоха революции» рассказывает о коммунисте Фрице Платоне, который весной 1917-го организовал переезд Ленина из Цюриха в Петроград. Вы увидите кадры Швейцарии, о бедности Швейцарии на человека, о разных, о самой большой забастовке в Швейцарии, но все мирно закончилось, но более или менее, и о судьбе этого человека, о котором все уже забыли, даже больше в Швейцарии, чем в России. Фильм был снят для швейцарского телевидения. Его главная идея очевидна. Октябрьская революция изменила жизни миллиона людей, а некоторых из ее активных участников, таких как Фриц Платон, впоследствии сделала своими жертвами. Яркая и полная драматических событий жизнь Платона оборвалась в 1942-м в одном из сталинских лагерей. Модный бюяр в Рязани не впервые. В Швейцарии она дружила с дочерью Натальей Климовой, уроженки Рязани и революционерки, участвовавшей в самом кровавом теракте начала века, покушении на Столыпино на Аптекарском острове. Просто жила в Женеве, в Швейцарии, я студенткой, познакомилась со старушкой русского происхождения, я уже изучала русский язык, мне было интересно с ней говорить, а она оказалась дочь Натальи Климовой. Сегодня именем Натальи Климовой в Рязани называют верхнегородской сад Наташинсквер. После покушения на Столыпино она была арестована, и хоть впоследствии ей удалось сбежать в Европу, в петроградской тюрьме она написала знаменитое письмо перед казнью. Меня заинтересовало это письмо, то есть первое мое столкновение с ней, ну мне что-то рассказывали, но я не обращала внимания. Я читала это письмо и перевела это письмо перед казнью, и там, ну мне 20 лет, я сталкиваюсь с девушкой, которая жила 100 лет назад, которая себе задает вопрос, это вопрос Будды, в принципе, что такое счастье, или вопрос Тольстого, она же увлекалась Тольстым, что такое быть счастливой, когда рядом есть люди несчастливые. Именно с перевода этого письма начинается книга, которую написала Мотмобияр о Наталье Климовой. В книге также можно увидеть уникальные документы, доносы, университетские справки, а также отрывки из писем, в которых Наталья Климова рассказывает родным в Рязани о жизни в Швейцарии, тоске по России и родному городу. Алена Кукурева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Выходные сухой и солнечной погоды не порадуют. На смену густому туману в Рязань североатлантический циклон принесет ветер, облачность и осадки. Утренняя дымка, иногда с небольшими дождями, установилась в эти дни во всей Центральной России. Причина – атмосферный антициклон, который принес очередное потепление. Его мы в полной мере ощутим к выходным. 11 ноября в Рязани по области небольшие осадки. Ночью мокрый снег с дождем, днем дождь. Ветер южный будет местами порывистый. Температура воздуха ночью по области минус 2, плюс 3 градуса. В Рязани плюс 1, плюс 3. Днем 0, плюс 5. В Рязани 2,4 со знаком плюс. 12 ноября ожидается облачная погода. Небольшие местами умеренные осадки. Ветер также умеренный местами порывистый. Температура воздуха ночью еще немного теплее. Минус 1, плюс 4 градуса по области. Плюс 1, плюс 3 в Рязани. Днем 2,7 градуса тепла. В Рязани плюс 3, плюс 5. 10 ноября во всем мире отмечают День науки. В России ежедневно регистрируют до 100 изобретений. Разработки ведутся в различных сферах, в том числе и в Рязани. Какой вклад в современную медицинскую науку вносят студенты медуниверситета, знает Ирина Ковалева. В трудные минуты вашей жизни, при невзгодах и душевном смятении уходите в науку. И это поможет вам обрести душевное равновесие. Эти слова принадлежат Николаю Кравкову, русскому ученому, нашему земляку, основателю эволюционной и сравнительной фармакологии. Сегодня в РязГМУ работает музей его имени. И именно здесь, во Всемирный день науки, прошла лекция, посвященная научным достижениям Николая Кравкова и его последователей. Но, конечно, эта лекция стала далеко не единственным событием, которым Рязанский государственный медицинский университет отметил знаменательную дату. Также для студентов была проведена конференция, посвященная различным направлениям науки. Сегодня мы решили для них провести такой семинар, в котором будут выступать, как молодые ученые, которые уже добились определенных успехов, защитили кандидатские, докторские диссертации, будут выступать представители студенческого научного общества, которые расскажут о своем взгляде на роль научного руководителя в становлении молодых ученых, в выборе научного направления. Также наши уже, как я сказал, молодые ученые расскажут, а как развивалась наука за последние годы и какие приоритеты сейчас в науке больше отдают. Практическая медицина неотделима от науки. Именно поэтому в РязГМУ особое внимание уделяется поддержке научной деятельности студентов. На каждой кафедре в обязательном порядке работает научный кружок, ну а их совокупность составляет студенческое научное общество. Екатерина Попова пришла в это общество на третьем курсе. Именно тогда она поняла, что продвижение по выбранному направлению, стоматологии, невозможно без изучения смежных дисциплин. Ну а что девушка выберет для себя в будущем, науку или прикладную медицину, время покажет. Я считаю, что потенциала не только моего, но и каждого студента медуниверситета хватит как на практическую деятельность, так и на научную. И что характерно, о последней деятельности забывать абсолютно не стоит. Для проведения научных исследований в РязГМУ создаются все необходимые условия. Молодые ученые имеют возможность работать в современных лабораториях. Для практических целей закупается новейшее оборудование. Так, буквально на днях в университете появилась новая современная высокоскоростная центрифуга. Покупалась она специально для развития научного направления, связанного с изучением белков-транспортеров лекарственных средств. С помощью в том числе этой центрифуги мы можем отделять мембраны любых клеточных органелл и в них прицельно изучать транспортные белки, которые переносят лекарственные препараты. Без научной работы невозможно продвижение в практической медицине. Сегодня это понимают все студенты РязГМУ. Ну а Всемирный день науки для них – это отличный повод, чтобы еще раз задуматься о своем призвании, обсудить с коллегами научные проекты и отдать дань памяти тем ученым, без которых не было бы современной медицины. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Достижений без поддержки не бывает. Поднимаясь на пьедестал почета, спортсмены благодарят родителей, тренера и чирлидеров. Это танцевальное направление появилось еще во второй половине 19 века. Оно сочетает элементы шоу и зрелищных видов спорта. Девушки выполняют гимнастические элементы и акробатические трюки. Рязанская команда «Кингс энг Квинс» стала победителем сиротийских соревнований по чирлидингу. Девушки и юноши впервые участвовали в турнире такого высокого уровня и одержали сразу две победы. Они взяли золотой кубок в своей категории и стали лучшей командой состязаний. Я таких криков вообще никогда не слышала от своей команды. Они все прыгали, визжали, они там какими-то винтами побежали быстрее забирать этот кубок. Ну, то есть у нас был просто шок. Соревнования прошли в городе Иваново. В них приняли участие 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Чувашии. Во многих городах конкуренция составила по 20 претендентов на место. «Кингс энд Квинс» же оказались в финале автоматически. Соперников в родной Рязани у них не нашлось. У нас самых сильных конкурентов четыре, то есть такие прям, которые вау. Мы ехали вот, ну, как, я не знаю, ва-банк. И в итоге оказалось то, что, ну, наша программа была самой интересной, потому что мы действительно сделали шоу. То есть у нас было и переодевание с костюмами, и светящиеся элементы. То есть мы напихали туда все, что только могли. То есть вложили в себя всех. Вот. И это оказалось удачным. Номер, с которым рязанцы победили, поставили буквально за месяц. Очень быстро шили костюмы, придумывали трюки. А последнюю неделю буквально жили в спортивном зале. Я скажу больше. Я даже слова, которые у нас там есть, как в танце закадровый голос, я их записывала. Мы приехали уже в Иваново, и я их записывала уже непосредственно там, и досводила до конца музыку. То есть это все было очень быстро. Удивить судей удалось сложнейшим элементом – трехъярусной пирамидой и многочисленными акробатическими трюками. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Новый год не за горами, и телекомпания «Город» уже начала подготовку к празднику. Маленькие телезрители могут к нам присоединиться. Присылайте свои рисунки, которые расскажут, как вы представляете себе работу наших журналистов, видеооператоров и ведущих. И, возможно, именно ваша работа украсит календарь телеканала «Город» на 2018 год. Первыми, кому мы предложили принять участие в конкурсе, стали наши давние друзья – воспитанники студии «Калибри». Нужно отметить, что маленькими художниками движет не только и не столько желание увидеть свои работы на календаре телекомпании, но главным образом – интерес к предложенной теме. Ну а руководитель студии Людмила Пронкина отметила, что для ребят это возможность более внимательно взглянуть на окружающий их мир. Задача нашей студии – прежде всего детей научить видеть. И видеть не только то, что у тебя перед носом, а вообще видеть даже то, что происходит у нас в городе. Вообще, эта тема, наверное, такая достаточно патриотическая тема, потому что дети начинают замечать вообще праздники, которые есть у нас в городе, вообще наш город, как он выглядит. У нас такой небольшой город, но сколько много мероприятий, сколько много праздников культурных. И слава богу, что кто-то их еще отражает. Спасибо вот вашему каналу огромное. Потому что чаще всего негатив видела. Задание подготовить работы к конкурсу получили дети в возрасте от 7 до 10 лет. Конечно, таким малышам мало интересны серьезные программы, аналитические материалы. Поэтому мы решили продемонстрировать самые яркие и интересные сюжеты. Праздник Малины, фестиваль воздухоплавания, новогодний маскарад. Впечатленные показанным, ребята принялись за работу. Некоторые, да, очень сильно впечатлились какими-то сюжетами. Я говорю, вот, например, от карнавала. Действительно, когда увидели, что можно там красивых девочек на карнавал сделать, вот, все-все, Маша сразу, я эту тему рисую. То есть, действительно, конечно. А когда Небо России там показалось, что в Кремле в этом году, ну, это очень многие стали эту тему рисовать. Я нарисовала девушку, которая снимает фестиваль Небо России с воздушного шара. Выставки кошек и автомобилей, велопарады и праздничные концерты – все эти события не обходятся без операторов, журналистов и фотографов. Так что именно они, наши нарисованные коллеги, в большинстве случаев – главные герои работ. Но понимают ли маленькие художники, кто такие журналисты и в чем заключается их работа? Это кто ведет всякие программы, что-то рассказывает и снимает. Мне кажется, что они едут по разным странам и снимают какие-то новости. Мне кажется, эта работа и интересная, и тяжелая, потому что иногда журналистам, вот я смотрю некоторые программы, и иногда журналистам приходится там куда-то залезать, чтобы что-то спросить у кого-то, под дождь работать. И то есть, ну, тяжело достаточно, мне кажется. Он ездит по разным странам и узнает новости. Жаль, что путешествовать по миру региональным журналистам по работе практически не приходится. Но все же приятно, что дети представляют нашу профессию именно такой – сложной, но яркой и интересной. А как ваши дети представляют себе работы телекомпании? Приносите их рисунки на эту тему по адресу город Рязань, улица Скоморошинская, дом 5. И, возможно, именно работа вашего ребенка украсит фирменный календарь телекомпании «Город» на 2018 год. Ну и, конечно же, календарь от нас в подарок. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги. До встречи этой недели. А пока – хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok